Приветствую всех! Меня зовут Ельинок Алексей. Сейчас я хочу записать видео отзыв о серии интервью Александра Балакова, как заработать 21000 долларов в композиции. Ну, всем, я думаю, интересно узнать, как зарабатывали 21000 долларов ведущие инфобизнесмены Рунета, а именно у них Александр брал свое интервью, точнее цикл интервью, состоящий из 10 интервью. И очень важно то, что это интервью бралошу практиков. Всем известно, что практические кейсы это именно то, что действительно позволяет получать результаты, зарабатывать деньги в интернете, зачем наступать на грабли, когда есть уже схемы, которые отработаны, то есть результаты, которые достигнуты, которые просто нужно брать, повторять и делать. В этом плане интервью Александра Балакова, конечно, очень полезно в первую очередь для новичков, потому что в этих интервью как раз-таки и как раз-таки люди практики делились, как именно они зарабатывали свои тысячи долларов, какие у них были трудности при этом, и самое главное, что инфобизнесмены, люди, которые уже зарабатывают деньги в интернете, которые уже заработали первые тысячи долларов, они как раз-таки дают практические советы и рекомендации о том, как лучше зарабатывать деньги в интернете. В этом плане, конечно же, этот цикл интервью очень полезен для новичков, и я рекомендую всем, кто только начинает зарабатывать деньги в интернете, посмотреть, прослушать внимательно этот цикл из 10 интервью и сделать себе определенные пометки, взять на вооружение те приемы, те фишки, о которых говорят наши передовики инфобизнеса, люди, которые уже зарабатывают, причем не одну тысячу долларов, а две и три тысячи долларов. В этом плане, конечно же, интервью, которые сделал Александр Балахов, они будут тем самым практическим кейсом для начинающих зарабатывать деньги в интернете и, конечно же, помогут избежать многих ошибок, многих неправильных шагов, которые допускают очень много новичков и начинающих зарабатывать деньги в интернете людей. Поэтому ознакомливайтесь с интервью, они будут для вас очень и очень полезны и познавательны. На этом все. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok